Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Недавно доктора корабельных наук нам прописали новый бюллетень, так что мы уже можем строить планы на ближайший патч 13.2. И в нем оказалось несколько интересных и полезных штук, которые мы сейчас и рассмотрим. Но сперва все-таки позвольте еще одно небольшое дополнение по модной в последние дни теме на Варину. Всего лишь один штришок к портрету, так как многие говорят и пишут, что ПМК у него якобы малополезная. Посмотрел я свою статку по нему вчера и выяснилось, что за мои сыгранные на нем 23 боя я утопил с главного калибра 23 корабля, а с ПМК 16. То есть ПМК у меня топил кораблей немногим меньше, чем главный калибр. Так что ПМК мощнейший. Но нужно корабль правильно понять и собрать. Я за эти дни насмотрелся уже вредных советов, вроде инерционного взрывателя и прочего. Так что кто хочет на корабле нагибать и получать удовольствие, подходите в наш штаб на Бусти. Здесь вышла целая серия публикаций по Лаварину. Заодно сможете посмотреть еще более сотни полезных материалов. Ну а в бюллетене стремительно приближающегося патча нам, во-первых, прописывают новую верфь. Скоро мы ее посмотрим во всей красе и разберем подробнее корабль. Пока лишь отметим, что для полного строительства надо будет докупить за дублоны не меньше 7 этапов. Каждый этап стоит 1500 дублонов, что в сумме дает 10500. Однако, если в начале строительства купить стартовый набор, то можно уложиться в 7500. И получить новую прем-девятку за 7500 дублонов – не такое уж бесполезное занятие. Тем более, что корабль будет ну очень необычный. В начале боя это линкор-гибрид. Но как только он наберет полтора миллиона потенциального урона, то мощи и напору его авиации позавидуют даже Нахимов. Тем более, что в отличие от Нахимова, для Североморска потери самолетов не страшны от слова совсем. Потому что новые звенья у него будут быстро вылупляться на палубе, как птенцы из гнезда. Очень голодные и злые птенцы. Такого корабля в игре еще не было. Также в новом патче произойдет тестирование новой концепции авианосцев. Пока в отдельном режиме. На мой взгляд, это очень серьезный нерв авиков. О чем мы уже подробно беседовали в этом видео. Еще нам обещают улучшить интерфейс. Особо интересное это обновление панели с составами команд на загрузочном экране и по нажатию клавиши Tab в бою. У нас появится возможность прямо во время боя посмотреть характеристики сражающихся кораблей. Узнать состав и параметры их вооружения. Причем, что важно, уже с учетом модулей, модернизаций и взятых навыков командира. Также можно будет посмотреть установленное снаряжение и заметность с кораблей. Такие изменения позволят прямо в бою узнавать полезную информацию о противниках и союзниках, не держа в уме характеристики множества кораблей в игре. Также станет проще взаимодействовать с кораблями, оснащение которых в зависимости от выбора может по-разному влиять на геймплей. Например, теперь можно будет сразу узнать, стоят ли на минотавре РЛС или дымы. Очень полезно. Еще произойдут действительно полезные улучшения тренировочной комнаты. Кто не знает, это очень важный раздел игры для желающих действительно изучать корабли, проводить различные эксперименты и совершенствовать свой скилл. Теперь появится возможность, не выходя из комнаты, изменять конфигурацию корабля. Например, навыки командира, модернизации или сигналы. Также можно будет удалять всех добавленных ботов нажатием одной кнопки. А все настройки последней созданной тренировочной комнаты будут сохраняться. Лично я частенько захаживаю в треньку, и таких изменений давно не хватало. А вот следующее улучшение несколько спорное. Так улучшают эффект блика на линзе на предустановках графики очень высоко и максимум. Эффект будет появляться, отражаясь от кораблей, городов и воды. А также станет выглядеть более качественно и реалистично. Улучшение затронет все карты с высокодетализированными текстурами и не повлияет на игровой процесс, как нам говорят. Я вот только не вполне понимаю, как могут не повлиять на игровой процесс различные блики и прочие визуальные отвлечения, которые опытные игроки стараются отключать по максимуму. Но для любителей полюбоваться в бою бликами новость, наверное, полезная. Правда, пока не ясно, насколько этому обрадуются наши компьютеры. Хорошо, что пока все эти новые прелести будут только на установках графики очень высоко и максимум. А еще в бюллетене не пишут, но в блоге разработки писали ранее про то, что в патче 13.2 появятся флаги «Отличник ВМФ» и «Император Николай I». А еще будут добавлены новые такие вот достижения для будущих сезонов клановых боев. Также анонсировали такой вот красивенький, постоянный камуфляж за верность долгу для новой подлодки-ваншотницы по Сапати. Кстати, это косвенно говорит о том, что и сама подлодка появится где-то в районе этого патча. А еще в нем пройдут три блица по особым правилам. Например, во втором блице у всех кораблей будет постоянное восстановление боеспособности. Такой вот патчик нас ожидает. Как только станут известны интересные подробности или разрешат показать Североморск и новую подлодку в боях, сразу это сделаю. Так что жмите колокольчики и подписки, чтобы не пропустить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай.